МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 400 участников, представителей 30 народов России из 8 федеральных округов нашей страны. Сегодня по-настоящему ярко и колоритно зажгли маяк дружбы на набережной Ялты. Грандиозный концерт этнической культуры от Якутии до Крыма проходит в рамках Междунационального всероссийского молодежного фестиваля Крымский маяк. Мозаика языков коренных народов России. По таким названиям прошел третий фестиваль Крымский маяк и посвятили его двум значимым событиям в нашей стране. Первый – это год языков коренных народов, объявленных ООН, и, соответственно, поддержанный правительством Российской Федерации. И второе событие, но не менее значимое для нас – это пятилетие возвращения Крыма в состав России. Организаторами его выступает Федеральная национально-культурная автономия греков России, Федеральное агентство по делам национальности. И в этом году впервые мы проводим наш фестиваль при поддержке фонда президентских грантов. Наш Крымский маяк уже третий раз собирает молодежь, собирает талантливых исполнителей, творческие коллективы в одном таком порыве, дружбе, радости, любви к друг другу, общаются с друг другом. И это является таким объединяющим. Мы все прекрасно знаем, что в единстве сила, а единая сила – это и есть победа. 3 мая 40 народных коллективов во всей красе представили гостям и жителям Ялты этническую палитру многонациональной России. В этот день ребята уже успели ближе узнать друг друга, познакомиться с некоторыми достопримечательностями Крыма и очароваться гостеприимной атмосферой, царящей на полуострове. Ведь сам фестиваль длился три дня. И для тех, кто впервые увидел Древнюю Тавриду, это путешествие навсегда останется в памяти. Очень интересно и увлекательно. Узнали много нового про историю, про Севастополь. Очень красивый город, неописуемая красота. Свежий воздух, горы. Прекрасно все. В общем, вам Крым понравился. Очень-очень. Очень-очень понравился. Про того, которого любила, Про того, чьи письма берегла. Климат у вас гораздо горячее, чем у нас. У нас еще была такая, знаете, слабенькая весна. Местами был снег, а мы приехали к вам. У вас солнышко. И мы очень рады здесь сегодня и вообще находиться на этом фестивале и представлять нашу республику. Многонациональный республик, многонациональный коллектив. Приветствие почетных гостей мероприятия, минута памяти по погибшим в Великой Отечественной войне и торжественная церемония поднятия флага символикой Крымского маяка ознаменовали старт фестиваля. В преддверии Дня Победы его открытие прошло в легендарном Севастополе. Здесь, на территории Михайловской батареи, 75 лет назад шли ожесточенные бои за мир и свободу. Мы погрузились в те годы, в то время, когда наши отцы, наши деды ценой своей жизни, несмотря ни на что, шли вперед, не оглядываясь назад. Они это сделали. Мы очень горды за них, мы очень рады, что сегодня мы живем под мирным небом. В периоде нашей истории нам с вами пришлось положить очень много таких жизней. Но у каждого дела любви есть свой плод. И плод этот наша многонациональная Россия сегодня. Крымский маяк 3.0 – это еще одно очередное подтверждение тому, что крымская богоспасаемая святая земля богата на свои достопримечательности, святые места и готова принимать всех-всех-всех наших соотечественников, как ближних, так дальних, так и находящихся за рубежом. Большинство ребят, которые в этом году приняли участие в фестивале, о Великой Отечественной войне знают не только по книгам, а и по рассказам своих дедов. Их фотографии гости Крыма увидели на специальном баннере «Лики памяти». А о тех, кто мужественно сражался в стенах Михайловской батареи, участникам фестиваля рассказали экскурсоводы. Здесь успели побывать всего лишь в Михайловской крепости, она нам, конечно же, очень понравилась, потому что это возможность окунуться в историю. В целом впечатление только очень хорошее, потому что большое количество ребят, со всеми хочется познакомиться, пообщаться. Продолжили участники фестиваля общение друг с другом в прекрасной таинственной Балаклаве. Музей подводных лодок, вдохновляющие пейзажи Балаклавской бухты и отличное настроение завершили первый этап фестиваля. А впереди ребят ждал не менее интересный и насыщенный событиями день, который начался с работы дискуссионного клуба. Природное и культурное достояние своего края участники фестиваля продемонстрировали в видеороликах. Таким было их домашнее задание. Практически половина территории Республики Мариел захвачена лесами. То есть природа у нас шикарная, много озер, много рек. Конечно, знаменитая река Волга, всем известная. Культурным наследием у нас очень распространена вышивка, и поэтому на нас сейчас такие вот ожерелья, как скажем, это все ручная вышивка наших рукодельниц-вышивальщиц. Есть какие-то интересные праздники, которые отмечают только в вашей республике? Да, у нас знаменитые праздники, это, конечно, Пеледыш Парем. Это праздник цветов, проходит каждое лето в июне. Я открыл для себя очень-очень много интересного. Узнал, например, о каких-то национальностях, народах, которых я раньше не слышал. Приятным сюрпризом для всех участников мероприятия стало знакомство с одним из самых малочисленных народов России – Ижорами. Их во всем мире осталось чуть более 200 человек. Это компактное поселение Ижор в Кингисепском районе Ленинградской области, на Сойкинском полуострове. Они спокон веков жили именно вот в этом месте. Языку мы обучаем через фольклор детей, это группы детского сада и школьники, начальная школа. На сегодняшний день работают, живут, так скажем, сойкинские и нижнелужские диалекты и Ижоры. Некоторые участники подошли к презентации более творчески. Смешные истории, зажигательные песни, танцы, душевные стихотворения. Потрясающие краски природы и уникальные традиции 19 регионов России никого не оставили равнодушными. Экватор фестиваля участники отметили в Херсонессе. Гости из Якутии и других регионов России впервые оказались на территории одного из древнейших поселений Крыма. Но и для тех, кто уже не раз прогуливался улочками греческого полиса, приезд в колыбель русского православия был не менее интересным и значимым. Место, то есть исторически важное, исторически духовно важное для нас, для греков. Хоть и находясь на расстоянии, желание проявляется всегда. Не отказали себе греки в удовольствии станцевать на руинах древнего полиса. Но самое главное мероприятие участников фестиваля ожидало в античном греческом театре, где вокальный ансамбль «Масайко» уже несколько часов радовал зрителей византийскими песнопениями и современными хитами «Эллады». Сегодня в Херсонессе звучат не только греческие песни. Организаторы фестиваля для участников подготовили специальный сюрприз. Ребята станут свидетелями премьеры оперы «Ольга Российская». С именем великой княгини Ольги связано становление православия на Руси. Сначала она приняла христианскую веру, а чуть позже ее внук Владимир крестил весь русский народ. Оперу известного петербургского композитора Евгения Петрова исполнили Объединенный оркестр Псковской областной филармонии и симфонический оркестр из Краснодара. Крымский маяк – это не программа. Это уже мероприятие, которое становится душой республики. Я хочу выразить благодарность, искреннюю благодарность Ивану Игнатьевичу в Совете за ту работу, которую он проводит по сохранению греческого языка, по развитию русского языка, поскольку сегодня это мероприятие является ярким подтверждением того, насколько расширяются границы русского мира. И Крымский маяк является одним из реальных инструментов расширения великого русского мира. Рука в руке под звуки понтийской лиры традиционно второй день фестиваля завершается общим танцем мира и дружбы. В этом году греческий танец Омал сплотил не только греков. Здесь танцуют удмурты, марийцы, балкарцы, крымские и казанские татары, христиане и мусульмане – все вместе. Здесь и сейчас абсолютно не важно, какой ты национальности. Мы все едины, мы все жители одной большой многонациональной страны, имя которой – Россия. Кульминация фестиваля «Крымский маяк 3.0» состоялась на главной сцене набережной Ялты, а ознаменовала начало мультикультурного концерта торжественное межнациональное молодежное шествие «Дружба народов». Фестиваль «Крымский маяк» – это лепта греческой диаспоры нашей страны. Вот это очень важное государственное дело. Дело единения, дело, я бы сказал, укрепления и понимания, что есть многообразие нашей страны. Мы с Иваном Игнатьевичем просто обсуждали, как прошел в прошлом году и пришли к общему мнению, что самое важное и самое главное – это было, когда уже на гала-концерте ребята разных национальностей, армяне с азербайджанцами, ингуши с осетинами, обнимались, обменивались телефонами, братались. Это, наверное, было главным результатом «Крымского маяка» в прошлом году, и я уверен в этом. Ярмарка с национальными угощениями и народными сувенирами, этнические фотозоны, национальные флаги и стилизованные лавровые венки, а на сцене ритуальные танцы, мелодичные песни и зажигательный фольклор народов России. Все, кто в этот день получил истинное удовольствие, могли оставить свои пожелания фестивалю на специальном баннере. Но больше всех положительные эмоции получили, конечно же, сами участники этноконцерта. Шикарная атмосфера, просто мурашки по коже. Спасибо огромное всем организаторам. Это очень классно, что мы можем познакомиться с другими народами, стать за общий танец и получать удовольствие от атмосферы. Крымский полуостров всегда собирал на своей благодатной земле людей разной веры и национальности. Здесь, на берегах Тавриды, переплелись их традиции и обычаи. Зародился неповторимый менталитет многонационального Крыма. А в этом году фестиваль «Крымский маяк» дал новый импульс развитию культуры на полуострове. Мы, встречаясь на таких мероприятиях, показываем друг другу уважение к культуре, к традициям, к обычаям каждого народа, проживающего на территории нашей многонациональной страны. Мы получаем мир и межнациональное согласие. Ну а результатом этого, конечно, станет успешное развитие и процветание нашей большой страны России, как и российского Крыма в целом. Я очень рад, что, наконец-то, наш крымский маяк стал межнациональным, что приехали различные народы. Крым ждет всех. Любим Крым, любим Россию! Я люблю тебя, Россия. Эта фраза звучит по-разному у коренных народов нашей страны, но при этом смысл не меняется. Несомненно, мы все разные, и в то же время у нас много общего. А главное, что нас объединяет, это любовь к родному краю и желание дружить со своими соседями. Редактор субтитров А.Семкин